МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Пункт назначения по-рязански. Несколько человек пострадали в результате аварии с лесовозом. Откуда дровишки из лесу вестима? Кто и зачем вырубает национальный парк Мещерский? Где он? Город погибших журналистов. И сколько стоит правда написанная кровью? Смотрите в рубрике «Дело номер». Пункт назначения по-рязански. Буквально так назвали многие серьезные происшествия на 48-м километре автодороги Рязань-Клепики. На оперативной съемке мало что видно, кроме кучи бревен, рассыпанных по проезжей части. Нетрудно представить эмоции водителей, на которых посыпался неуправляемый смертельный груз. У КамАЗа отсыпался прицеп. В результате аварии пострадали три автомобиля. ВАЗ-2110, Volkswagen и Audi. Водитель десятки погиб на месте. Его пассажирка и мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, госпитализированы. В подозрительный доме и люди с подозрительным поведением. Так часто начинаются жалобы внимательных рязанцев, которые помогают сотрудникам наркополиции вычислять и ловить преступников. На днях был задержан слишком встревоженный 21-летний молодой человек. Его задержали на выходе из дома. И выяснилось, что переживал он не случайно. При личном досмотре полицейские обнаружили пакет с растительной массой. А дома еще один самодельный контейнер с веществом, похожим на наркотическое. Экспертиза установила, что это дизайнерские наркотики и марихуаны. Национальный парк Мещерский чуть не стал заметно реже. В МВД по Клепиковскому району поступило сообщение о незаконной вырубке деревьев. Тысячи туристов знают, где находятся туристические маршруты по тропе Паустовского, озерная кругосветка или эколого-познавательная тропа «Окно на природу». Все эти названия неразрывно связаны с Национальным государственным природным парком Мещерский. Местный житель решил еще раз окинуть взглядом знакомые просторы, чтобы на новогодних каникулах привезти сюда внучат. Но вместо ожидаемой тишины услышал пилы. Я подошел к забору, гляжу хруст такой, уже бадают деревья. Рабочих суд немного, был человек 4-5, техник я не видал у них. И гляжу, обнаружил вот такой барзак, наваленные деревья. Установлено, что вырубку леса шлял индивидуальный предприниматель по договору с администрацией Национального парка Мещерский. Что грозит нарушителям, пока неизвестно. А вот добропорядочные граждане то и дело вздыхают. У кого могла подняться рука на живые деревья? Рубили бы сухостой. После пожаров 2010-го многие переосмыслили отношение к молодому лесу. Странные для здравомыслящих людей показания дают сейчас участники другого уголовного дела. Мы уже рассказывали о том, что в конце октября в Старожиловском районе в лесополосе были обнаружены скелетированные останки человека. Эксперты установили, мужчину несколько раз ударили по голове тяжелым предметом. Затем вывезли подальше от населенного пункта и сожгли. Безжалостными карателями оказались не шайка хулиганов и грабителей, а самые близкие для погибшего люди. Супруга, ее несовершеннолетний сын и общий знакомый. 28 октября было возбуждено уголовное дело по факту убийства. Создана следственно-оперативная группа. Благодаря слаженной работе, грамотно спланированным следственным оперативным мероприятиям, в кратчайшие сроки удалось раскрыть данное преступление, установить личность погибшего и лиц, причастных к его убийству. Всем троим грозят серьезные уголовные сроки. Понимает ли эта женщина, подбившая своего собственного сына на жестокое убийство? Кажется, ей самой тюрьма милее развода. Деньги в семье он не приносил, воспитанием детей он не занимался. С ней постоянно конфликтовал. На вопрос, почему не выгнали, она ничего пояснить не смогла. То есть, как бы, и было высказано предложение о том, что от него надо избавиться. Подобные проблемы бытового характера испытывают миллионы российских семей. Часто они выбирают самый кардинальный способ от них избавиться. Поверьте, откровенная глупость обрекать себя на двойное наказание и потратить вторую часть, и без того безрадостной жизни разглядывая небо в клеточку. 15 декабря – памятная дата для всех сотрудников СМИ. Начиная с 1991 года по инициативе Союза журналистов России, В этот день в нашей стране вспоминают корреспондентов, талантливых репортеров, фотографов и телеоператоров, погибших как в горячих точках, так и в мирное время в борьбе за честную и оперативную информацию. Мы решили вспомнить истории наших тольятинских коллег, чьи убийства до сих пор не раскрыты. Убийства, о которых мы расскажем сегодня, никогда прежде не освещались в рязанских СМИ. Даже в родном Тольятти, где они произошли, с опаской в свое время рассказали о смерти нескольких ведущих журналистов. За исключением, пожалуй, одной газеты – «Тольятинское обозрение». Хочу подчеркнуть, все преступления остались нераскрытыми по сей день. О том, сколько стоит журналистская правда и кому она нужна, смотрите прямо сейчас. В 90-х говорить вслух о подвигах местного криминалитета в городе не решался почти никто. Закон о свободе слова и цензуре для местных СМИ с успехом заменили автоматы Калашникова и Заточки. В октябре 95-го был убит Андрей Уланов, главный редактор газеты «Тольятти сегодня». При том, что издание никогда не занималось журналистскими расследованиями и после инцидента перешло в руки городской администрации. То же случилось с газетой все обо всем. И вдруг появляется новое печатное издание, причем с такими дерзкими статьями, что его буквально взахлеб читают и горожане, и бандиты. Пожалуй, я не знаю ни одной газеты в России, которая пользовалась такой популярностью. Можно сказать, все газеты, которые там о чем-то пишут, там «Желтый» все это отдыхает. Небольшую тонюсенькую газету «Тольяттинское обозрение» в начале 96-го года начали выпускать буквально три человека на свои собственные деньги. Уже через неделю коллектив редакции увеличился до 12 журналистов, которые позволяли себе в красках описывать бандитские стрелки, не опасаясь при этом называть имена и клички местной братвы. Неожиданно для всех выходит вот эта газета, которая впервые рассказала то, о чем, наверное, боялись говорить все другие журналисты. О том, что «АвтоВАЗ» курируется бандитами, о том, что вот эта группировка мощная практически покорила «АвтоВАЗ», что тысячи машин уходят на лжефирмы к бандитам и просто пропадают. Главным редактором издания был Валерий Иванов, человек, у которого полоса газеты равняла всех без исключения. Своими журналистскими репортажами он наживал врагов с фантастической скоростью. Впрочем, братве, как говорят, многие статьи Иванова даже нравились, ведь он писал правду. Стоит ли говорить, что горожане воспринимали это на ура, газету зачитывали до дыр. Убийство, рэкет, крыши и прочие прелести провинциального Чикаго. Ребята со своим бизнес-проектом попали в самую точку. Выходит газета, да, вот убийство решено, а убийство совершили по заказу руководителя вот такой-то группировки. Вот его портрет, вот портрет предполагаемого киллера. Информация приходила как из милиции, так и от представителей криминального мира. Издание молниеносно превратилось в самое настоящее информационное поле битвы. Все люди, каждый ждали каждый выпуск газеты. Когда газета появлялась в киосках, тут же выстраивались огромные очереди. Честно говоря, я сам даже туда приехал, пока привезут долго, так приехал в Тольятти, остановился у киоска, встал в очередь, купил газетку. Вот пока еще не доехали до милиции, уже знаем, что там уже случилось в ближайшие дни, которые прошли. И это в Тольятти, в городе, где даже ребенок знал расценки заказных убийств. Где ежедневно кого-то убирали, где любое неподчинение бандитам каралось сурово. Так что этот журналистский хлеб доставался дорого. Но репортеры газеты умудрялись не только в открытую вернуть острое словцо, но и поддержать громкие статьи уникальными фотографиями. На первой полосе, как я сейчас помню, была фотография, когда вся группировка Рузляева вместе там даже с своими подругами, женами там сфотографировалась. Иванов был уверен, даже за подобную неслыханную дерзость он никогда не попадет в список убитых тольяттинских журналистов. Газета была его несокрушимым щитом. Но время шло, и Ивановская правда перестала устраивать тех, кому раньше нравилось. Честно говоря, эта правда вообще всем надоела. Наступило новое время. Бандиты ушли в бизнес, менты стали генералами. И те и другие вместе. Уже большая политика получается. Там по автовазу шли по конвейеру машины, и на машине стояла буква руководителей группировки. Куда эти машины, в какую клетку должны. То есть клетка – это вот площадка, куда собирались машины. И вот на этой клетке стоит, допустим, 500 машин, где-то 200 машин. Вот с этой, с каждой машины определенная МЗД официально должна прямо прийти к руководителю группировки. Никто не стеснялся, никто с ними не боролся, потому что боялись. Но не только газета, даже столь популярная, привлекала внимание криминалитета и властных структур. Телекомпания «Лада ТВ», например, могла предоставить им еще больше возможностей для сведения щитов. А заодно и приносить рекламные барыши. В эфир можно было запросто дать объявление, типа «Пацаны, киллер ищет работу». За Валерием Ивановым охотились не в пример другим открыто. По некоторым данным, сам киллер, известный в криминальных кругах Сиротенко, предупредил его о возмездии за свободу слова. И даже предлагал солидную сумму денег. Мне говорят, все тебя советуют убить, даже жена. Потом стол обошел, сел напротив и говорит, слушай, вот Сулейман Ахмадов, он не нравится, как ты про него пишешь. Ты больше напиши так. И под столом просунул большой пакет с деньгами. Валера говорит, ты что, убери, я деньги не возьму. Ну, Сирота якобы ему сказал, что, значит, лавы не берешь. Валера говорит, нет, не беру. Ну, говорит, тогда считай, что заказан. Сегодня бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Плоткин вспоминает, что за всю свою многолетнюю карьеру он ни разу больше не встречал таких журналистов, охотников за правдой. Именно правда и обезоружила самых отъявленных бандюганов. И ту верхушку власти, которая им способствовала. В случае беспрецедента, когда журналисты сделали то, что должны были делать власти, государственные органы, они действительно стали расставлять все по местам. Вот это черное, а вот это белое. Валерия Иванова убили 29 апреля 2002 года, прямо возле подъезда. СМИ написали, что от пережитого потрясения его десятилетняя дочь в один миг стала седой. На посту главного редактора газеты «Кольяттинское обозрение» его сменил друг и коллега Алексей Сидоров. Говорят, что бомба в одну воронку дважды не падает. Но это не о Тольятти. Алексея Сидорова убили через год. Ему нанесли 11 ножевых ранений. В то время он готовил к выпуску большую разоблачающую статью, задевавшую интересы многих весьма известных людей. И лично занимался расследованием убийства друга. Но ни гип и бумаг, ни дискет при погибшем так и не нашли. Наличие улик и доказательств в Тольятти всегда носило избирательный характер. А после громких заявлений московского руководства, местная прокуратура и вовсе перестала давать какие-либо комментарии по делам погибших журналистов. Был случай, когда редактор газеты Валерий Иванов и его зам Алексей Сидоров пригласили рязанских следователей на необычное мероприятие. На огромной площадке собрался чуть ли не весь город. Цель была одна – не дать забыть тех людей, которые заслужили, а не купили уважение. Мероприятие называлось «Золотое сердце». И вот я, как сейчас помню, Валерий Иванов вышел и сказал, вы знаете, мы впервые решили провести вот такую акцию. Мы знаем, что, конечно, есть и коррупция, есть все в органах правоохранительных, но есть люди, которые работают, как говорится, не за страх, а за совесть. И мы считаем, что их работа символическая должна оплачиваться даже не деньгами, а чистым золотом. В Тольятти давно все переплелось. Журналистские разоблачения и политика, шантаж и взятки, криминальные авторитеты и депутаты. История этого города написана на старом Ваныкинском кладбище. Оно уравняло всех – тех, кто стрелял, и тех, кто о них писал. Недаром Тольятти получила второе имя – город погибших журналистов. Если вы стали участником или свидетелем преступления, и вам тоже есть о чем рассказать, звоните в нашу редакцию по телефонам 720020 и 720021. Удачи на ближайшие 7 дней и до новых встреч в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!